Взрывы в российских регионах. Атака беспилотников на военные аэродромы. Массированные удары по Харькову. Среди погибших спасатели. Теракт в Крокусе. Украинский след найден. В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом. А также нападение на губернатора Мурманска. И эвакуация людей из затопленных районов в России. Об этих и других событиях дня сегодня пятница, 5 апреля. Я, Мелани Бачина, расскажу теперь более подробно. Всем здравствуйте. Начну с новой массированной атаки дронов на российские регионы. Десятки взрывов прозвучали сегодня рядом с военными аэродромами. Министерство обороны России заявило об атаке на 5 регионов и 53 сбитых беспилотниках. Самая массированная атака была на Ростовскую область – 44 дрона. Украинское издание «Громадские» утверждает о не менее шести уничтоженных самолетах. Губернатор сообщил о восьми пострадавших недалеко от аэродрома в Морозовском районе Ростовской области. Мощный взрыв прогремел и в Саратовской области, в Энгельсе, где находится военный аэродром. В Энгельсе базируются российские тяжелые бомбардировщики Ту-95 и Ту-22. Губернатор Саратовской области сообщил о ликвидации беспилотников. По его словам, пострадавших и разрушения инфраструктуры при падении обломков предварительно нет. Очевидцы выложили видео из Энгельса, на котором слышно, что один из дронов летит с музыкой. Дрон с музыкой. Видели, когда... Телеграм-канал Шот написал, более десяти взрывов прозвучало в районе аэродрома и военного городка в Ейске, в Краснодарском крае. Глава района сообщил, что вооруженные силы России пресекли попытку атаки на Ейский район. Об атаке беспилотниками сообщали и местные телеграм-каналы Краснодарского края. А это Ростовская область. Губернатор Василий Голубев заявил, что в Морозовском районе в результате атаки повреждена электроподстанция. Также ранены восемь человек, которые, по словам губернатора, проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Атаку на аэродром он не упомянул. Ранее местные телеграм-каналы написали, что объектом атаки беспилотников стал аэродром в Морозовске, где базируются истребители Су-34, активно действующие вдоль линии фронта. Власти официально эту информацию не подтверждают. Издание Громадский пишет, что атаку организовала СБУ и украинские военные. Очевидцы сообщали о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов в регионе. Ну а в Курске взрывы звучали и накануне вечером. При этом в местных телеграм-каналах жаловались, что до взрывов в городе не включали сирену воздушной опасности. Губернатор области Роман Старовойт написал об атаке беспилотниками. По его словам, из-за дронов есть разрушение в двух частных домах и на центральном рынке. А в Центре развития творчества детей начался пожар. Погибших и пострадавших среди гражданского населения, как пишет Старовойт, нет. В Минобороны России отчитались, что над Курской областью сбили и перехватили 8 украинских беспилотников. В атаках российские власти обвиняют в ВСУ, но в Киеве эту информацию никак не комментируют. А соседнюю Белгородскую область, ее приграничный Грайворонский городской округ, покинули 95% жителей. Как пишет издание РБК, со ссылкой на местные власти, из почти 27 тысяч жителей там осталось полторы. В приграничных населенных пунктах области власти освободили выпускников школ от сдачи экзаменов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Видео совершенно пустых улиц Грайворона опубликовало издание «Пепел». Вот так вот в городе сегодня у нас днем, ну это прилеты, все уже видели, что тут развалено. Никого нету ни спереди, ни сзади, нигде. Потому что неизвестно, что, когда и куда прилетит ребята. Российские войска минувшей ночью обстреляли город Покровск в Донецкой области Украины. Ранения получили пять человек, в том числе подросток. Об этом сообщается со ссылкой на офис генпрокурора и службу по чрезвычайным ситуациям Украины. В результате попадания по жилым домам получили телесные повреждения четверо членов одной семьи. Дедушка с бабушкой, их дочь с 14-летним сыном. Также от взрывов пострадал еще один местный житель, говорится в сообщении офиса генпрокурора, на который ссылается РБК Украина. Кроме того, сообщается, что в районе обстрела повреждены несколько частных домохозяйств. Произошел пожар в одном частном доме и административном здании. В последние дни Россия усилила удары по Харькову. Только за вчерашний день, как сообщили украинские власти, было четыре массированные атаки, в том числе и беспилотниками типа шахет. Один из спасателей Владимир Логинов, который разбирал завалы на месте удара, узнал о гибели своего отца, с которым работал в одной пожарной части. Дело в том, что российские военные нанесли повторный удар уже после того, как спасатели и пожарные приехали на место прилета. 52-летний Вячеслав Логинов, сын которого плачет, погиб во время этого повторного обстрела. Всего в результате атаки по Харькову были убиты четыре человека. Трое из них – сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Еще больше десяти человек, в том числе полицейские, были ранены. Момент второго прилета сняла нагрудная камера одного из спасателей. Российская пропаганда все чаще говорит о Харькове, как об одной из главных целей военной операции сейчас. Была информация и о том, что готовится большое наступление на этот город российской армии, но она пока не подтверждается. Накануне Владимир Соловьев в своей манере высказался насчет Харькова, предложив его просто уничтожить. 48 часов всем покинуть Харьков и поквартально сносить к чертовой матери. Вот не надо больше ничего говорить. Любые наши проявления взаимопонимания, братья, сестры воспринимаются ими как слабость. Все наши уже здесь. Все, кто нам братья, уже здесь. Добавлю еще, что на одном из дронов, который этой ночью атаковал Харьков, была надпись «За Крокус Сити Холл». Фото опубликует прокуратура Харьковской области. Я напомню, российские власти обвиняют Украину в причастности к теракту в Подмосковье. При этом подтверждений до сегодняшнего дня никаких не давали. В Киеве категорически отвергают причастность к теракту. Ответственность за него, я напомню, взяла на себя объявленная террористическая организация ИГИЛ. Ну а Следственный комитет России заявил, что найдены значимые данные в деле о теракте в «Крокус Сити Холл», которые указывают на связь атаки с войной России против Украины. Экспертам удалось получить информацию с мобильных телефонов, обвиняемых в нападении на «Крокус», которые террористы, как утверждает следствие, пытались уничтожить. В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции. За две недели расследования никаких доказательств украинского следа представлено не было. И вот сегодня следствие показывает первые улики. Это фотографии двухгодичной давности с разрушениями в Украине, старыми изображениями военных и украинской символикой. То, о чем говорит представитель Следственного комитета, это фотографии, большинство которых, скорее всего, сняты в первый год войны. Калаш на видео пользователи соцсетей публиковали в годовщину вторжения в 2023 году. Все фотографии легко можно найти в открытом доступе, и они находятся также поиском Google. На одном из фото, вероятно, последствия обстрела торгового центра в Киеве в марте 2022 года. Даже если эти фотографии действительно найдены в телефонах нападавших, они могли сохраниться там после просмотра сайтов или телеграм-каналов. Кроме того, на видео Следственного комитета есть скриншоты карты, на которые указаны входы в Крокус. Даты на скриншотах нет. Следственный комитет утверждает, что это отправлено, цитирую, куратору в годовщину вторжения России в Украину, то есть 24 февраля. Напомню, ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка «Исламское государство». Американская разведка уверена именно в этой версии и даже заранее предупреждала Москву о готовящемся в Крокус-сити-холле теракте. В России настаивают, что в этих предупреждениях не было конкретики. Российский президент Владимир Путин вчера заявил, Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, а целью нападения в Подмосковье, по его словам, было нанести ущерб единству России. У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического. Скажу, что это заявление Владимира Путина прозвучало на фоне усилившихся рейдов, облав и задержаний мигрантов из Центральной Азии. К другим темам. Оппозиционного политика Илью Яшина, который находится в колонии в Смоленской области, отправили в штрафной изолятор на 10 суток. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков. 3 апреля у Яшина было короткое свидание с матерью. Сразу после этого его увели на дисциплинарную комиссию, где и определили наказание. Это случилось через несколько часов после визита в колонию начальника областного управления ФСИН Александра Трачука, рассказал адвокат. По его словам, Яшин якобы снял куртку, садясь за стол перед завтраком. Это, как считает Бирюков, послужило формальным поводом для выдворения политиков ШИЗО. Настоящей причиной защитник назвал продолжающееся давление на политических заключенных, их намеренную изоляцию, попытки лишить активистов воли, подавить и сломать. Илью Яшина в 2022 году приговорили к 8 годам лишения свободы по статье о так называемых фейках о российской армии. Вину он не признал. После смерти в колонии на Ямале Алексея Навального Яшин обратился к мировым лидерам с просьбой добиваться от российских властей скорейшего освобождения другого оппозиционера Владимира Кырмурзы, осужденного на 25 лет колонии по делам о госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и фейках о российской армии. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после того, как вчера поздно вечером на него было совершено нападение в городе Апатиты. Это первое покушение на губернаторов в России за последние 15 лет. Чибис получил ножевое ранение на выходе из местного ДК «Строитель», где проходила его встреча с жителями. В сети появилось видео с этой встречи. Видеозаписи самого момента нападения нет. На улице мужчина ранил губернатора ножом в живот. Чибиса экстренно госпитализировали. После проведенной операции в Минздраве области заявили, что состояние губернатора тяжелое, но стабильное. Сегодня утром Андрей Чибис даже записал видео из больницы. Пришел в себя после операции. Огромное спасибо, хочу сказать, нашим врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно. Ну и, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное. Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед. Состояние тяжелое, но в реанимации. На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта, поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации. Напавшего на губернатора задержали почти сразу. Как сообщили в управлении Росгвардии по Мурманской области, сотрудник ведомства применил табельное оружие и ранил нападавшего в ногу, когда тот пытался скрыться. По данным региональной прокуратуры, преступление совершил 42-летний житель Апатитов. Телеграм-каналы и СМИ пишут, что его зовут Александр Быданов. Коммерсант со ссылкой на источники сообщил, что Быданов работает в РЖД и ранее несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП. Задержанный заявил, что совершить нападение на губернатора ему сказал «голос в голове», утверждает собеседник газеты, близкий к следствию. При этом родственники Быданова сказали телеграм-каналу 112, что признаков психических расстройств у него не было и на учете он не состоял. Канал также написал, что Быданов принимает серьезные препараты из-за сильных болей в спине. После нападения на Андрея Чибиса возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство из-за служебной деятельности. В Следственном комитете заявили, что нападавший объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя лично с губернатором знаком не был. Сотрудник ОМОН, задержавший предполагаемого преступника, будет представлен к награде. К международным новостям. Президент США Джо Байден впервые с начала войны в секторе Газа заявил о возможности ограничить поддержку Вашингтоном израильского наступления там, если Израиль не предпримет конкретных шагов по защите гражданского населения и работающих в регионе сотрудников гуманитарных миссий. Предупреждение было высказано во время телефонной беседы Байдена с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Заявление последовало за израильским авиаударом, в результате которого 2 апреля погибли семеро работников гуманитарной организации Всемирная Центральная Кухня. Среди погибших граждане Австралии, Великобритании, Польши, США и Канады. В Белом доме заявили, что Байден был возмущен атакой. США призвали Израиль незамедлительно расследовать обстоятельства удара. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил вчера, находясь в Брюсселе, что Байден в разговоре с Нетаньяху назвал общую гуманитарную ситуацию в секторе газа неприемлемой. Президент Байден дал ясно понять, что Израиль должен объявить о ряде конкретных и соизмеримых шагов по избежанию ущерба гражданскому населению, человеческих страданий и по обеспечению безопасности гуманитарных сотрудников. Он четко заявил, что политика США в отношении газа будет определяться нашими оценками незамедлительных действий Израиля по этим шагам. Байден также подчеркнул, что для стабилизации и улучшения гуманитарной ситуации для защиты невинных граждан важно немедленное прекращение огня. И он призвал премьер-министра Нетаньяху предоставить возможности без промедления заключить сделку по возвращению домой всех заложников. С осени прошлого года Израиль ведет в секторе газа войну против радикальной палестинской группировки Хамас, которая признана террористической в США и странах Евросоюза. Крупное наступление ЦАХАЛ, армия обороны Израиля, началось после нападения боевиков Хамас на юг Израиля в начале октября. Тогда были убиты 1200 человек, свыше 200 взяты в заложники. С начала войны погибли уже около 600 израильских солдат. А подконтрольные Хамас власти газы заявляют, что жертвами израильских атак в секторе за время конфликта стали более 33 тысяч палестинцев и еще свыше 75 тысяч получили ранения. При этом не раз говорилось об отчаянном положении гражданского населения газы, которое вынуждено покидать свои дома в условиях нехватки еды, воды и отсутствия медицинской помощи. Еще одна российская тема в завершении выпуска. В десятках регионов продолжаются наводнения, вызванные таянием снега. Наиболее сложный МЧС называет сейчас обстановку в Приволжском федеральном округе. Отмечается, что на особом контроле ведомства река Урал и ее притоки в Оренбургской области, а также малые реки Самарской области. Местные СМИ передают, что сельских жителей в Самарской области затапливает третий день. Пострадали несколько населенных пунктов, в том числе село Богдановка Нефтегорского района. Люди жалуются, что власти не предупредили о сильном паводке и они не успели сделать запасы еды и воды. В Оренбургской области из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации. Под воду уходят не только села, но и город Орск, отмечает телеграм-канал Говорит Немосква. В Тотском районе Оренбургской области в селе Погромная вода в домах стоит по щиколотку. Люди используют лодки не только для того, чтобы передвигаться по улицам, но и в качестве спального места, пишет сетевое издание 56 медиа. Телеграм-канал Оренбургский городовой опубликовал видеозапись того, как трактор местных коммунальщиков пытается разогнать огромную лужу. Жители Южного говорят, что этот неравный бой трактора с лужей они наблюдают каждый день. А это Алтайский край. Глава Солнечного сельсовета Первомайского района Алексей Дуров записал обращение, не обвинив руководство района в бездействии. По его словам, село затопило полностью. Он вынужден сейчас сам работать спасателем. Чтобы привлечь внимание властей, Дуров проплыл по затопленной улице, сопроводив видеомузыкой из пиратов Карибского моря. МЧС России сегодня опубликовала видеоролики, на которых показано, как спасатели эвакуируют людей из затопленных районов в ряде регионов на лодках. По данным ведомства, на сегодняшний день активная фаза половодия наблюдается в 36 регионах, в том числе в Сибири и на Урале. Подтоплено почти 2000 домов. Высокий уровень воды заблокировал 190 низководных мостов и 120 участков автотрасс. В МЧС отмечают, что спасатели оказывают жителям адресную помощь, помогают с продуктами и предметами первой необходимости. Последствия паводка ликвидируют более 3000 специалистов, заявляют в ведомстве. Что ж, на этом у меня сегодня все. Но мы продолжаем следить за развитием событий, чтобы держать вас в курсе того, что происходит. Я Мелани Бачина. Вы берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова